МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...инструментальщик, токар, фрезеровщик, электрозварщик. С поборницей поделяются на теоретичную и практичную частки. У первой у дельники демонструют свои веды по профессии, а у другой – выконывают практичные задания. У Гомельской области протягивают нарушивать вытворчие могутности. У красавику плануется открыть птушкафабрику в Ветковском районе с выходом продукции 20 тысяч тонн мяса в год. А так само молочный комплекс в Реческом районе на 600 голодойных остатка. А кроме того, до конца года плануется увести у эксплуатацию 9 новых живелогадовщих помешканев. Это дозволит створить на молочно-товарных фермах завершенный цикл вытворчести молока. Областный комитет Держконтролю проведет сегодня горячую линию по пытаниях наведения парадка в лесном фонде. Поведомить про факты безгосподаршести у темлику об стыхийных звалках бытовых отходов можно будет по телефону у Гомеля 23 83 71 с 12 до 13 годин. У Беларуси стартовал заключный этап Республиканской Олимпиады по школьных предметах. На Гомельчине пройдут споборницы по беларуской мове и литературы, які распочнутся сёння. У них примутюздел 120 наученцев средних научальных установ за усіх регионов Украины. Города Минска, а так само Лицея Беларуского державного университета. Усех, кто трапил на заключенный этап, пера можцы районных и областных споборництвов. И тому яны мають добрые шансы поспехово выступить на республиканском узровне. Проведение Олимпиады и проживание удельников организовано на базе Гомельского областного института развития адукации. У школьников распочались весновые каникулы. На Гомельчине будуть працавать оздоровленшие лагеры дзённого знаходжения, які наведують 8 с половой тысяч дятей. Наставники региона поспробовали максимально занять дятей у каникулярный период. Формы самые розные – от спорту, мастацкой и техничной творчасти до организации туристичных экскурсий. Головное – зарабить отпочинок цікавым и запоминальным. При подрыхтовце плану мероприемства навяз новые каникулы ближвалися и пожадания самих школьников. В управлении внутренних справ Гомельского облаканкама прошел день открытых дверей. Со старшоклассниками, які планують связать своё житё со службой у милиции, сустрелись представники Могилёвского института МУС Республики Беларусь. Будучи абитуриенты отримали максимальность ближе и познайомиться с ВНУ и перевагами навучания. Для поступления необходимо подать сертификаты ЦТ по русской альбо белорусской мове, громадознавстве и замежной мове на выбор. Звычайный набор студентов – 110 хлопцев и 20 девчат. Тому проходный бал у девчат, звычайно, высшайший. А кроме того, перед поступлением кожному треба пройти медкомиссию и быть придатным по стану здоровья до службы у органах внутренних справ. Термин навучания складая 4 года. При этом студенты забеспечиваются жильём и харчаванием. Дарыч и проблем с пошуком первого працованного места у выпускников Могилёвского института МУС не бывает. Праца улатковывает 100% молодых специалистов. У Гомеля отбывся шостый тур городского чемпионата по интеллектуальных гульнях «Что дзекали?». С поборницей присвятили 100-годовому юбилею областной газеты «Гомельская правда». С такой идеей на организаторов гульняв вышли корреспонденты выданья. Яны склали 30 пытанья, в якие тычылеся журналистыки и истории старейшей газеты Беларуси. Отказы шукали каля 80 старшоклассников Гомеля. Сегодня на телеканале «Беларусь 4» ведущие гости программы «Добрый вечер, Гомель» расскажутся об тем, як привести фигуру у форму до початку пляжного сезона. Як худеют при гажоне и че можно позбавиться лишних килограмов без шкоды для здоровья. Фитнес-тренировка, парады диетолога и майстер-класс вядомого стилиста у прамым эфиры. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 20.35 на телеканале «Беларусь 4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова